привет друзья сегодня у нас первый день лета и на улице 15 градусов сейчас уже обед как и у всех у нас похолодало немножко на днях стоял очень сильный ветер но вообще невозможно сильный холодный северный в общем теперь у нас опять холодно немножко покажу как у нас дела обстоят и почему я в последнее время не успеваю отвечать на комментарии да и вообще посещать многих своих друзей за что заранее приношу свои извинения ну начнем немножко с помидорков это вот томатики у нас в теплице чувствуют себя отлично они толстые растут у нас на компосте из-под курятник она уже на перепревшем я рассказывал в общем ни разу их не подкармливала единственное что замучилась полоть но только буквально позавчера здесь все пропалывало опять заросло трава прет но также пруты растюшки и вот между помидорчиками я высадила базилик сами томатики мне нравятся вот некоторые уже повалились надо будет их подвязывать они все цветут крепенький в общем здорово именно в этой теплице на этих грядках себя очень хорошо чувствуют наши растюшки баклажаны так еще не цветут не знаю и кто-то продолжает поедать активно поедает листики на них дырочка но это не колорадский жук это точно ну что будет то будет перчики все цветут в другой теплице перчики уже активно завязываются и вот тут продолжение помидорок как видно они все крепенькие хорошенькие ну так цветет уже некоторая земляничка моя из семян так что удастся мне попробовать в этом сезоне землянику не вся конечно цветет хотя бы так птичка уже много завязалась тут у нас клубника вместе земляника там есть отдельно клубничка там же конечно завязалась побольше вот одна земляничка пропала почему-то в общем не все так хорошо но цветение конечно радует вот земляника на соломе соломы здесь мало вот чувствует она себя просто превосходно огромные кусты до этого она росла на черном укрым и конечно выглядело совсем не так вот томатиком уличным что-то пока не очень нравится чем сейчас покажу вот клубника уже завязалась так что скоро будем кушать куст вот этот вообще хороший крупный ну и остальная так завязалась цветет в общем будем надеяться что клубника будет а вот ревень мой почему-то совсем пропал не знаю то ли какое-то место для него неудачное в общем он не развивается выпускает листья потом они чахнут и засыхают непонятно хотя на даче он рос хорошо вот он огромный был куст не знаю выживет не выживет наверное какая-то грядка не очень удачная сельдерей растет у него все в порядке в этом плане ему все нравится все хорошо ну а теперь для сравнения помидоры в другой теплице вот он тоже томатик надо будет его подвязать лёг амарант еще остался сорняки я пропаловую амарант растет амарант потом съедят зайки подросла моя картошечка немножко подсохла сейчас буду поливать надо уже в принципе давно высаживать вот разница в принципе в помидорах видна я тоже здесь еще ни разу не подкармливала но они не такие толстенькие не такие крепенькие в этой теплице вот зато перчик в этой теплице чувствует себя лучше но он немножко раньше высажен поэтому он и покрепче уже под завязался много перчика это вот подрастает самый первый перчик я его уже показывала вот он стоит большой правда вот перец я еще не прополола также осталась еще рассада капусты нужно будет высадить много в перце выросло лишних помидоров самосевом но пускай растут место на всех хватит сейчас покажу какой интересный перец они у меня все пронумерованные но сейчас я к сожалению название не вспомню вот растет он вверх так я знаю обычно растет горький перец надеюсь что у нас семена не перепутались и вот он еще также вверх растет вот еще хочу эти помидоры рассадить они так выросли кучненько скоро цвести будут собираться в общем сами выросли думаю ну пускай растут что теперь уже так у нас в этом году выглядит огуречная тепличка вот огурчики уже прорастают с одной стороны и с другой на другую сторону мне не хватило мульчи дико не хватает травы я ее кашу но мне не хватает реально мульчи на следующий год очень хотелось бы обзавестись соломой но пока мульчируем травой вот огурки здесь покрупнее ну вот здесь еще поменьше здесь без мульчи здесь у меня аккумулируемая грядка которая располагается возле сарая вот первый ряд фасоль туда ближе огурцы но кролики мне сделали подставу подстав мульчая из под кроликов прорастает недоеденным овсом здесь сделаны опоры чтобы клеились наши растюшки огурцы да фасоль вот она фасолька спаржевая посмотрим что из нее вырастет это овяс Кузя опять передает привет да мой хороший да пойдем покажем что у нас тут здесь мы расширяем птичий двор так Кузьма толкается в общем стройматериал валяется плюс Саша еще привез стройматериала вот он горбуля расширили забор вот этой части забора не было мы перенесли мы будем здесь строить еще строение какие расскажу уже потом наши блинчики все еще сидят у них стоит кормушка периодически меняются местами друг с другом и к нашим блинчикам присоединился еще один блинчик опа ушла нерадивая мамка в общем утка села села как то странно сейчас она ушла гулять блин яйца прохладные фихова знает только вроде сегодня села будет она еще сидеть не будет непонятно ладно Дональд Дональд аль Дональд почему утенька ушла с гнезда скажи мне кстати одна одна сидит а где еще одна я что-то даже не знаю где-то лазит зато в утятнике вот сидит утка я нарвала себе пуха мне тоже стоит кормушка стоит вода море пуха единственно что прогадала я поставила им ящики а ящик для нее как-то маловат она сюда трудно вмещается но вот это вот утенька сидит уже неделю и нормально так сидит а та что-то ушла сегодня утром сидела по ночам сидела днем что-то шляется непонятно и курочки несут яички сюда расцвели желтые ирисы вот их поломала и повалила ветром здесь еще голубой один это клумба птичек что-то не кур не еще одной утки непонятно куда сидели один сельзи не утка возле дома вот там кстати у нас тоже ирисы растут потихонечку хотим разбить клумбу я тут на днях косила не очень правда видно надо еще раз косить там каштан растет и ирисы а где большие палки мы сажали орехи но людмила александровна их скосила не помогли мне и палки куда ушли наши пернатые непонятно утки вроде далеко от дома никогда не уходили будут распускаться лилии небольшие такого тигрового оранжевого цвета цветет тюльпан подломанный кустик такой вот светленький там рядом еще по-моему это белый будет что-то я не помню в общем от розовенького кустика мало что осталось и вот собирается скоро цвести гортензия здесь тоже распустились ирисы вот светло-светло голубой или даже белый какой-то такой цвет это светло-розовые ирисы тут тоже начинают распускаться пионы темно-красный и светленький розовенький как тот вот он массивная такая зелень надо для них наверное подставку покупать вот непонятный крыжовник который мы наблюдаем уже третий сезон у которого нету плодов непонятно мне очень нравится как цветет декоративный лук я его уже показывала ну блин настолько он классный его у нас много как всегда все разбросано также лилии подрастают вот тут тоже скоро будут цвести наверное желтые да цветет питунька которую мы семенами выращивали ветерок ее правда потрепал вот она у нас красивая какая двухцветная это у нас смесь вот здесь еще питунька так как у меня стать вот у нее листва такая насыщенная темно-темно-темно зеленая гвоздичка беленькая здесь смесь питуньи но это почему-то листва светлая и желтеет хотя подкармливаем мы их одинаково вот питунька вот ну и там ампельная с этой стороны не очень видно тоже она белым цветет кстати питунью эту подкармливаю удобрением из фикс прайса про это удобрение узнала я от Инны с канала я хочу в деревню и вот что хочу сказать что мошки появились и у меня от этого удобрения вся питунька сейчас не очень видно попробую фокус не поймает в общем вся питунья тоже в мошках так что это дело в удобрении не знаю что в нем такое находится что заводится вот какая-то мошкара для цветов я надеюсь это не так страшно как для овощных культур я этим удобрением подкармливаю только цветы так что мошки завелись и у меня тоже и далее продолжил рассказ почему я так редко появляюсь и отвечаю на комментарии мы я уже снимал небольшой отрывочек вставлю начали делать отмостку и плюс начали делать новые хозпостройки на нашем хоздворе для различной живности вот такая у нас отмостка получается начали заливать бетоном ну совсем чуть-чуть так начали закладку точнее откопку отмостков отливов вот пока у нас такие вот травочки шаги а т т т Продолжение следует...